МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север. В студии Ксения Носова. Здравствуйте. Сегодня выпуски. В Наринмаре городским судом вынесен приговор в отношении двух жителей Ниньского автономного округа, которые в прошлом году жестоко избили фельдшера деревни Каменка и его знакомого. Первый рабочий день Петербургского экономического форума глава региона провел две деловые встречи с представителями ведущей российской телекоммуникационной компании «Эртелеком Холдинг» и «Сбербанка России». В этом небольшом заполярном поселке всего три улицы и чуть больше 300 жителей. Но несмотря на отсутствие стабильного интернета, отопление углем, прерывистые мобильные связи, молодежь все чаще решается остаться в родном селе Каратайка. 24-й Петербургский международный экономический форум проходит в эти дни в Северной столице в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Ниньский автономный округ на ведущей мировой площадке по вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросами развития технологий представляет глава региона Юрий Бездудный и заместитель губернатора, руководитель Департамента финансов и экономики НАУ Татьяна Лагвининка. Ниньский автономный округ является постоянным участником Петербургского международного экономического форума. В этом году форум традиционно станет площадкой для подписания ряда соглашений и рабочих встреч. В первый рабочий день форума глава региона провел встречу с представителями ведущей российской телекоммуникационной компании «Эртелеком Холдинг», специализирующейся на предоставлении услуг широкополосного доступа в интернет, телефонии и цифрового телевидения. Компания «Эртелеком» в округе не новичок. В 2019-2020 годах специалисты холдинга совместно с Нинницкой компанией связи подключили к интернету 60 социально значимых объектов в регионе. Конечно, довести интернет до каждого населенного пункта и подключить социально значимый объект – это мега задача. Тем не менее, в этом году мы планируем совместно с компанией ее завершить. Совершенно понятно, что сегодняшняя встреча дала определенный импульс развитию наших отношений с этой компанией. И компания взяла на себя серьезное обязательство до сентября подключить еще 58 социально значимых объектов. В ходе встречи Юрий Бездудный и Андрей Кузяев обсудили проект строительства магистрали по направлению Печора, Осинск, Харьяга, Наринмар. Волоконно-оптический канал связи поможет снизить затраты на оплату трафика. Сейчас «Эртелеком» оценивает инвестиционную и техническую составляющую этого проекта. Также на площадке экономического форума в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча губернатора Неницкого автономного округа с представителями Сберегательного банка России, генеральным директором акционерного общества «Сбербанк Лизинг» Вячеславом Спировым и председателем Северо-Западного банка «Сбербанк» Виктором Алонсом. Только что в рамках экономического форума провели переговоры со Сбербанком. Сбербанк и раньше был нашим стратегическим партнером в округе, но сегодня это не просто банк, это целая экосистема. Поэтому мы обсуждали даже не банковские продукты, а обсуждали участие Сбера в таких проектах, как телемедицина, образование, безопасный город. И я уверен, что в самое ближайшее время компания побывает у нас в округе, и мы целый ряд проектов отработаем со Сбербанком. Заместитель губернатора, руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко на форуме примет участие в расширенном заседании комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению экономика и финансы по вопросам обеспечения долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов и повышения финансовой самостоятельности регионов. Петербургский международный экономический форум проходит под патронатом и при участии президента России Владимира Путина. Василий Хатанзейский, Евгений Тимофеев, Телеканал Север. На Ренмаре городским судом вынесен приговор в отношении двух жителей Нейнского автономного округа, которые в прошлом году жестоко избили фельдшера деревни Каменка и его знакомого. Приговоренные вымогали у медицинского работника наркотические средства. Пострадавшие были доставлены бортом санавиации в Нейнскую окружную больницу. Напомню, происшествие произошло в ночь на 19 июня 2020 года. Двое нападавших приехали на лодке в деревню Каменка и сразу отправились в дом, где жил фельдшер со своим знакомым. Злоумышленники жестоко избили их и требовали передать наркотические средства, которые якобы находились в медпункте. Не обнаружив то, зачем приехали, нападавшие отправились обратно в город. По горячим следам преступники были задержаны и по истечении чуть менее года судом наконец-то вынесено решение по этому делу. Признаны виновными оба подсудимых в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека в группе облиц по предварительному сговору, а также вымогательство наркотических средств. Назначено каждому из них наказание состояло 12 лет лишения свободы. В настоящее время приговор законную силу не вступил, в стороне обвинения не вручен, поэтому могу сказать то, что органы прокуратуры согласны с плагификацией действия, которые дал суд, и с тем видом и размером наказания, который был назначен осужденным. Фельдшеру был причинен тяжкий вред здоровью, второму потерпевшему – средней тяжести. Сейчас жизни молодых людей ничего не угрожает. В течение трех дней проезд к поселу Красное будет ограничен из-за ремонта моста через реку Петумбой. Как сообщили в Централизованном стройзаказчики, ограничения проезда связаны с аварийно-восстановительными работами на мосту через реку Петумбой. Проезд по участку подъездной автомобильной дороги к поселу Красное будет закрыт в рабочие часы с 9 утра до 5 вечера 4 июня. На выходные ограничения снимут. Проезд по дороге на Ренмар-Красное будет также закрыт на следующей неделе – 7 и 8 июня – с 9 до 17 часов. Это рабочие дни – понедельник и вторник. Снежная метель в первые дни лета в поселке Каратайка – привычное дело. Тем не менее, жизнь практически на краю земли в этом небольшом населенном пункте бьет ключом. Все чаще местная молодежь после получения образования возвращается в родные края. В этом убедилась и наша съемочная группа. Подробности в материале Александры Литковой. Алексей Вехарев – уроженец поселка Каратайка. Говорит, пытался устроить жизнь в Нарьенмаре, но обстоятельства заставили вернуться в родные края. Впрочем, молодой человек даже рад, что так вышло. Мы жили пока в городе, и получается, у меня появился ребенок, я стал отцом. Работал я тогда в охране, охранником, водителем, вот так вот. Но что-то потом по зарплате меня не устраивало на Нарьенмаре жить. И как бы тоже своего жилья нет. Решили вернуться сюда. С поиском работы у Алексея проблем не было. Место начальника взлетно-посадочной полосы поселка было вакантным. В дружном коллективе Дома культуры тоже в основном работают уроженцы. Участники 15 самодеятельных коллективов строят работу так, чтобы ни одно важное событие не осталось незамеченным. Вот и в этот раз жители-каратайки дружно отметили День защиты детей. Ребята из театрального кружка поставили сказку для маленьких односельчан. Я давно очень пошел в театральный кружок. И мне нравится кружок, потому что тут много чего интересного. Второй по популярности среди местной детворы – кружок шитья. Есть у нас несколько девочек, которые могут, и ручки горят. Очень хорошо занимаются декоративкой дети, которые приезжают из Тундры. Живут в интернате все 9 месяцев. Оттуда, конечно, приезжают такие девочки и мальчики, у которых уже все, иголочку мама научила в руках держать. Вопросов с ними нет. Они хотят, они могут. Они с удовольствием этим всем занимаются. Детский сад в Каратайке посещают 40 детей. В течение последних лет эта цифра остается неизменной. Здесь у нас приняты все дети, желающие посещать детский сад поселка. С Тундры у нас не ходят, но семья кочевников, которые здесь уже проживают на территории нашего поселения, дети эти в садик тоже посещают. У нас две семьи таких, они тоже ходят. В местной школе ребята учатся до 9 класса. Затем уезжают в город продолжать обучение. Кто в 10 класс, а кто сразу получать профессию. Последний звонок, выпускной и сдача экзаменов позади. Можно смело отдыхать. Пока отдохнуть, набраться сил перед новым учебным годом. Планирую поработать, позаработать денег. Я хочу закончить 9-10 класс. Но перед этим, конечно, отдохнуть. Но в этом году я не хочу работать, я хочу просто отдохнуть. Но в прошлом году я работала в отцовном рабочем. Если Дарья с выбором профессии еще не определилась, то Арсений уже решил, что выучится на пилота и будет работать в округе. Хочется наоборот работать здесь, остаться здесь. Здесь, ну хотя бы в пределах округа. Поселок очень хороший, люди, а здесь все добрые. Природа, в первую очередь, красота. Ну и свобода, помню. Дарью, в свою очередь, манят огни большого города с развитой инфраструктурой. Ну я бы хотела в большой город поехать, в отличие от Арсения. Потому что здесь очень, ну как сказать, нет цивилизации. И не хватает, например, интернета. Он очень дорогой и очень плохой. Анюла Мандышканова приехала в далекую Каратайку из Алтайского края 7 лет назад. Сначала работала медсестрой, сейчас заведует аптекой. Вот только жилищный вопрос не совсем решен. Ну, с жильем, конечно, проблематично. Очень проблемно, потому что из-за постоянной переезды, это постоянно снимаем. И сейчас я уже и с маленьким ребенком, уже будучи живя здесь, у меня родился малыш. И вот с ребенком с одной квартирой, на вторую квартиру. И вот с этим очень сложно. С жильем, правда. Это моя главная проблема, наверное. Для городской девушки поначалу непривычным здесь было все. Во-первых, то, что отсюда не выбраться только самолет, вертолет. Вот, цены продуктов, потом, ну, само собой, климат. Как раз в 2014 году приехало, холодно было, меня это маленько поразило. А так, в принципе, гостеприимно встретили, хорошо встретили. С появлением семьи Анюла покидать поселок, как ей хотелось, в первое время не собирается. Здесь, видать, все-таки, как одна большая семья, наверное, где-то друг друга и поругает. А там я все-таки с города приехала, там порой даже и соседей не знаешь. В этом небольшом заполярном поселке всего три улицы и чуть больше 300 жителей. Но, несмотря на отсутствие стабильного интернета, отопление углем, прерывистой мобильной связи, молодежь все чаще решается остаться в родном селе. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В поселке Искателей состоялась очередная сессия Совета депутатов Заполярного района. На сессии был принят отчет районной администрации об исполнении бюджета за 2020 год. Ранее вопрос об исполнении районного бюджета за прошлый год был рассмотрен на публичных слушаниях. Замечаний и предложений от населения не поступило. Об основных параметрах бюджета на сессии доложила главный финансист района Ирина Таратина. Получено доходы в целом 1 млрд 227 млн рублей или 108,9% к уточненному плану. Расходы бюджета составили 1 млрд 61 млн, то есть исполнено к плановым назначениям 97,7%. Бюджет исполнен с профицитом в сумме 166 млн рублей. В расчете на одного жителя района доходы бюджета составили 49 300 рублей, расходы 57 200 рублей. Основная статья доходов районного бюджета – это налог на доходы физических лиц. В структуре налоговых и неналоговых поступлений они составляют 60,5%. Существенная доля доходов поступила от использования имущества, в основном за аренду земельных участков – 30% доходной части бюджета. Более 21 млн рублей субсидий на подготовку к отопительному сезону было выделено району из окружного бюджета. Сумма предоставляемых межбюджетных трансфертов поселения постоянно увеличивается. По сравнению с 2019 годом, в отчетном году их объем увеличился более чем на 38 млн и составил 537 млн 800 тыс. Депутаты приняли отчет администрации об исполнении бюджета в 2020 году. Также на сессии был согласован официальный гимн Заполярного района. Напомним, ранее администрации был объявлен открытый конкурс на написание текста и музыки для гимна. На суд жюри жители Ниньского округа представили семь работ. Победителями конкурса стали Татьяна Левчаткина, она автор музыки и автор слов Ольга Пашун. Участились случаи кражи чужого имущества на территории региона. В отделение полиции регулярно поступают заявления о пропаже детского транспорта и личных вещей. Как показывает практика, в весенние и летние периоды времени на территории округа увеличивается число краж велосипедов, самокатов, мобильных телефонов и другого имущества. Чаще всего кражи происходят из подъездов жилых домов, школьных и дошкольных учреждений, а также с территории, прилегающей к магазинам и учреждениям. Ребенок по своей наивности оставляет вещи без присмотра. Тогда ими завладевает другой несовершеннолетний, не понимая, что он делает что-то противозаконное и на время присваивает чужое имущество себе. В дежурную часть окружной полиции продолжают поступать заявления от граждан о фактах хищения личного имущества. Это мобильные телефоны, сумки, а также велосипеды, самокаты и детские коляски. Сотрудники полиции рекомендуют гражданам соблюдать меры сохранности к своему имуществу, в обязательном порядке пользоваться противогонным оборудованием. Родителям, законным представителям необходимо в обязательном порядке провести с детьми профилактические беседы, направленные на сохранность своего имущества, также рассказать, напомнить об ответственности за взятие чужих вещей без разрешения владельцев, ну и, конечно же, напомнить меры безопасности при управлении детским транспортным средством, это велосипеды, самокаты. Стоит отметить, что обстоятельствами, способствующими совершению данных преступлений, служит халатное отношение владельцев к своему имуществу. Летние месяцы для многих школьников ассоциируются с отдыхом под горячим южным солнцем, каникулами и отпусками родителей. Но прежде поработать. Уже не первый год в Ненецком округе реализуется программа летнего трудоустройства подростков. О том, как проводят первые дни каникулы на ренмарской школьнике, в сюжете Елизаветы Кабановой. Более 500 подростков планируется трудоустроить этим летом в различные организации Ненецкого автономного округа, в том числе и на селе. В этом году квота для сельских школьников увеличена. В настоящее время на различного рода работы уже вышли более 50 подростков. Участвовать в программе трудоустройства можно при достижении полных 14 лет. Ребята могут быть трудоустроены пособными рабочими, рабочими по благоустройству или архивариусами. При этом в организации, где они трудоустроены, подписывается приказ о зачислении на работу. Их знакомят с должностной инструкцией, обязанностями. Все по-взрослому. Дети в возрасте 14-15 лет работают 12 часов в неделю. 16-летние и 18-летние уже 17,5 часов. По окончании периода работы в организации ребятам выплачивается зарплата. Средства на программу летнего трудоустройства выделяются из окружного бюджета. Для нас очень важно, чтобы они действительно трудились, они числились. Вот очень важный момент. Вопрос не в том, что они где-то будут оформлены и получать заработную плату. Очень важно, чтобы действительно они трудились, они чувствовали, что они нужны, что их труд полезен. Поэтому обращаю на это внимание всех руководителей учреждений, где будут ребята трудоустроены. Кому-то в трудоустройстве помогал центр занятости, а некоторые ребята нашли работу самостоятельно. Например, 17-летний Максим Сергеев вместе со своими друзьями устроились в Ненецкую компанию электросвязи. В данном случае мы сами выбрали, потому что центр занятости, конечно же, все дети отправляют, пишут заявление, но в многих случаях это не помогает, и дети просто сами должны искать работу. Ребята трудоустроены в НКС разнорабочими. Первые дни работы они убирали прилегающую к зданию компании территорию. В этом году и наша Ненецкая телерадиоовещательная компания впервые приняла на работу на летний период школьников. За весь летний период здесь будет трудоустроено шесть ребят, по два каждый месяц. Ну вот нас научили так-то, там смотреть компьютер, там в почту заходить, смотреть, что там отправили, потом распечатывать, а потом описывать в тетрадь. Вот. А вот сегодня вы чем занимаетесь? Сегодня мы ищем какие-то бумаги 16-го, 17-го года. На самом деле мальчишки разбирают подшивки архивных документов и систематизируют его, расставляя в нужном порядке папки по полкам. Кстати, наш новый юный коллега известен своими спортивными достижениями. В апреле Павел Чапров выиграл чемпионат по боксу Северо-Запада в своей возрастной и весовой категории. А в мае на чемпионате России занял пятое место из более чем 300 боксеров, принявших участие в турнире. После успешного выступления 14-летний боксер из Наринмара был защитен в резерв российской сборной. Многие руководители признаются, что принимая подростков на работу, они также хотят познакомить их с особенностями производства организации, что в будущем поможет сегодняшним детям определиться с профессией, с которой они, может быть, захотят связать свою жизнь.